Всем привет! Вы на канале GadgetMoney. Сегодня мы поговорим, нет, не о моей футболке, а в очередном приобретении, выгодном приобретении. И это смартфон Galaxy S9+. Давайте начинать по вкусной цене. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня я надел вот эту вот футболку. Внимательно прочитайте надпись, что здесь написано. То есть, в принципе, это вот именно мое отношение к людям, которые пишут, что, чувак, ты делаешь не так, как нам нравится. В первую очередь я делаю так, как нравится мне. И рассказываю о тех впечатлениях и о том опыте, который получаю я. Так вот, год спустя я, соответственно, хочу повторить мой экспириенс, то есть мой опыт. И не то, чтобы это рубрика, но я увлекаюсь приобретением по выгодной цене и интересных предложений. И это, конечно же, смартфоны. Galaxy S10, S10e, S10+, естественно, будут в будущем на канале. Но сегодня речь пойдет вот об этом вот красавце. Это Galaxy S9+, американец. Ни в коем случае не восстановленный. Вот очень шикарно выглядящий. Я не знаю, как называется этот цвет. Скорее всего, это синий. Может быть, серо-синий. Но мне кажется, что это синий цвет, особенно в таком положении. Отображается это все на бликах солнца. Так вот, тогда я назвал видео, как купить Galaxy S8 на Авито и не стать лохом или лохом. Как правильно, напишите в комментариях, как правильно ставить ударение в этом словосочетании. Так вот, многие пишут, типа, что вот, ты начинаешь торговаться, типа, ты барыга, там, туда-сюда. И так, come on, конечно, конечно, я начинаю торговаться. Конечно, я начинаю искать минусы. Конечно, мне надо сбить цену. Как говорил мой дед, существует, на рынке существует два дурака. Один продает, другой покупает. Так вот, дело не в том, что кто-то кого-то наебывает, а дело в том, что есть продавец, который хочет купить, продать, точнее, товар по интересной ему цене. И есть покупатель, который хочет приобрести этот товар по выгодной ему цене. И есть рыночная стоимость этого товара, а также есть предложение, и, соответственно, из этого рождается спрос. Чем больше предложений, тем, соответственно, цена меньше. Чем меньше предложений, больше спроса, все происходит наоборот. Если вариантов приобретения телефона той или иной марки достаточно большого количества, а Samsung продаются в очень большом количестве, не только новые, но в том числе и бушные, кредитные, восстановленные, перекупленные, с Алиэкспресса, не с Алиэкспресса, с ЕБ, их очень много, так же, как и айфонов. Но на Samsung почему-то, интересно почему, ответьте в комментариях, цена падает чуть-чуть быстрее, чем, допустим, падает на айфоны. Хотя некоторые индивидуумы умудряются продавать айфоны месяцами, иногда даже бывает годами, потому что я не понимаю тех людей, которые приобрели телефон в магазине за over 60, там, 9 тысяч рублей, и спустя, допустим, 10 месяцев или спустя год они хотят продать этот телефон, ну, допустим, за 55. Нет, друзья, так не получится, это так не работает, то есть я, если вы не понимаете или, как сказать, не догоняете и думаете, что купив телефон за 70 косарей, вы продадите его через полчаса за 65 или за 67, распаковав коробку, достав телефон и так далее. Нет, друзья, существует правило рынка. Товар считается БУ, как только сняты заводские пленки, то есть снята заводская наклейка с упаковки, то есть вы можете пользоваться, не пользоваться телефоном, он может быть в идеальнейшем состоянии, но он уже потерял стоимость как минимум 30%. Если вы до сих пор об этом не знали, и вот именно те комментаторы, которые пишут, чувак, да ты просто тупо типа сторговался, как бы, ну, бил на то, что там вот это тот косяк, это тот косяк. Нет, друзья, я просто доказывал свою правоту, что цена товара на тот момент была именно такая. 30% теряем мы, выходя из магазина и распаковав коробку, попользовавшись телефоном, он теряет еще определенное количество процентов в стоимости. И давайте я вам сейчас немножко по полочкам раскидаю, все-таки вы просили типа, в чем преимущество, точнее в чем твои подсказки, как действительно правильно работать, покупая товар, приобретая товар на торговых площадках Авито, Юла, Эбэй и так далее. Ну, смотрите, друзья, в первую очередь это, конечно же, стоит выбирать продавца по рейтингу. Если даже сейчас на Авито есть отзывы, то есть стоит зайти в профиль продавца, интересующего вас товара и посмотреть, что люди пишут о нем, потому что в основном люди пишут правду. Да, бывают коммерческие аккаунты, когда конкуренты начинают делать это, ну, скажем так, подлянки такие и писать не совсем достоверную информацию, но в большинстве это реальные пользователи и реальные отзывы. То есть вы заходите на профиль продавца, допустим, человек продает там iPhone 7 или iPhone 8 или iPhone 10 и смотрите, ага, кого-то он там не пришел на встречу, кого-то там он обманул, или наоборот люди пишут, а отличный продавец, как бы никаких замечаний у меня к нему нет. В первую очередь вы заходите в профиль и смотрите отзывы, потому что по отзывам, в принципе, можно ориентироваться очень-очень хорошо. Далее вы делаете выборку по своему городу. Если вы хотите приобрести конкретно, мы сейчас говорим о технике, давайте поговорим конкретно о смартфонах. То есть если вы хотите приобрести ту или иную модель телефона, вы заходите на торговую площадку, то есть на доску объявлений, будем говорить сейчас об Авито, и просто делаете выбор по модели, по сортировке цены, выписываете себе, там очень легко поставить сердечко, добавить в избранное объявление, и уже списываетесь или прозваниваете каждое из этих объявлений. У вас цена там, допустим, от 30 тысяч рублей до 40 тысяч рублей. И смотрите, ага, у этого такое-то косметическое состояние, этот пишет тот, ага, у этого есть комплект, ага, у четвертого есть гарантия и так далее. И после этого вы созваниваетесь, встречаетесь, и уже по факту встречи, вы, допустим, взяли с собой 35 тысяч рублей, но хотите товар купить, допустим, за 30 тысяч, но вы понимаете, что не все всегда уступают в цене, не все всегда идут, как же мы так, на уступки и на торги. Но встречаясь с человеком, вы ему объясняете, ну давай вот все-таки как бы вот что-то как-то, не надо никого умолять, просить или вынуждать, просто объясняете по-человечески. Человек пользовался телефоном определенное количество месяцев, дней, лет, и товар не может стоить столько, сколько он запрашивает по этой стоимости. Это ни в коем случае, вы не станете барыгой, вы не станете спекулянтом, вы не станете предпринимателем начинающим, вы просто доказываете свою правоту, то, что вы считаете, что этот товар нужно приобрести, допустим, по той стоимости, по которой вы считаете. Далее, второй пункт. После того, как вы посмотрели в профиле отзыва о продавце, вы пишете человеку, то есть вы, допустим, выбрали несколько объявлений, и у кого-то есть возможность отправить вам товар доставкой. Даже если вы находитесь в своем городе, то есть это, в принципе, подскажет вам о том, что человек не опасается отправить товар доставкой с оплатой при получении, то есть в пункте выдачи вы сначала посмотрите товар, и после этого его непосредственно оплатите. То есть даже если вы находитесь у себя в городе и видите такое объявление, что человек не против отправить товар авито доставкой, то есть он, в принципе, ничего не боится. Это еще один несомненный плюс, и у вас плюс к этому объявлению о том, что это объявление можно рассматривать в качестве будущего приобретаемого товара. Далее. Вы непосредственно списываетесь и смотрите на реакцию человека. То есть если человек вам отвечает быстро, там, в течение нескольких минут или в течение нескольких часов, хотя бы в течение дня, то это не аккаунт мошенника, и ни в коем случае не будут какие-то у вас подводные камни происходить в дальнейшем будущем при вашем общении или при вашей встрече. То есть если вам, допустим, человек не отвечает несколько дней, а потом, допустим, сам перезванивает, стоит задуматься, что что-то не так может быть. Конечно, бывают ситуации, что человеку просто было некогда, и вот он сейчас увидел, но в основном люди, которые занимаются продажей на авито, они устанавливают связь и через почту, и, точнее, и через чат, то есть сообщение на самой площадке, и непосредственно можно человеку позвонить и всегда поинтересоваться о том или ином товаре, который он продает. То есть вот эти вот три основных пункта – это наличие отзывов в профиле, это наличие авито-доставки, это безопасный способ сделки, и это адекватность ответов на ваши сообщения и на ваше предполагаемое дальнейшее общение. То есть если продавец адекватно на это реагирует, если он с вами вежлив, в принципе, уже можно рассматривать этого продавца для встречи и последующих каких-то договоров, переговоров и каких-то торгов. Ребята, предложений на рынке много, очень много. То есть на самом деле вы, наверное, подумаете, что я сейчас селью воду, воду. Да, может быть, в какой-то степени воду. Но я в очередной раз хочу доказать вам о том, что можно пользоваться гаджетами, раз у меня канал так около гаджетов, как бы, да, то можно пользоваться БУ-гаджетами, можно пользоваться гаджетами по гораздо низкой цене, по которой, допустим, вы можете их действительно приобрести. Не обязательно копить, брать кредиты и так далее. Можно приобретать все по достаточно демократичным ценам. Поэтому как-то так. Вот я сейчас немножко выговорился, и мне стало легче. Может быть, кому-то из вас этот видосик стал полезен, поэтому обязательно ставьте лайки, дизлайки, если не понравилось. И в следующем видео я вам расскажу о том, где и как можно приобрести, и что за интересный товар я приобрел в качестве Galaxy S9+, можно сказать, на Авито, в 2019 году, летом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Колокольчики есть, все есть. И совсем скоро увидимся, у меня есть, что вам рассказать еще. Всего доброго, пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!